Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна, и я аттестована Министерством здравоохранения Украины как биоэнергоинформотерапевт. И именно как информа, то есть считываю информацию, сейчас как раз хочу записать видео, рассказать вам, объяснить немножко, что такое икона, для чего иконы рисуют, ну сейчас штампуют, и вообще зачем были придуманы иконы для верующих христиан, потому что у мусульман никаких икон нет, и у иудеев тоже никаких икон нет, соответственно. То есть они напрямую молятся, обращаются к Богу. Но вот в христианстве, католиков там в основном статуи, или как правильно называются, извините, если неправильно назвала. Вот я держу икону. Эта икона куплена в Почаеве, монастыре. Это в Киеве, в Киево-Печерском монастыре. И эти две иконы, они нарисованы. То есть это не штамповка, это не нанесено машинами рисунок, сейчас очень хорошие есть. И понятно, что это самые дешевые, которые можно было купить, нарисованные иконы. Есть очень дорогие иконы, но это покупают богатые люди. И что я хочу рассказать об иконах? То есть есть такой блогер Самвайла Дамян. И он там постоянно рекламирует одну целительницу. И вот он рекламировал иконы. И вот он рассказывал, вот какие они целительные, специально для мамы. Короче, покупайте ссылка, покупайте иконы у святой, как она там, Олеся. И всё у вас очень хорошо решится. Но на листе Олеси я бы, конечно, не рекламировала бы, как она рекламировала свечи, которые не с воска сделаны. Я на эту тему записывала. А сделаны с парафина. Ну, со всей там такой атрибутикой, знаете, картинками и всё остальное. Ну, и сейчас там была реклама какой-то дорогой, в Италии сделаны иконы. А сразу вопрос. Италия, это, кажется, католическая страна, правда? И почему вдруг Италия будет производить православные иконы? Вот сразу вопрос, да? Ой, специально молитвы какие-то там старинные, старинные, старинные молитвы, которые спасут мать, ну и, соответственно, сына. Но опять он антибиотики принимает. И опять, как всегда, у мамы болит нога, колено. И улучшений никаких. Ну, сахар только туда-сюда. Ну, реклама, реклама, ну что сделаешь? Ну, на таких каналах такие... Такую, не знаю, как назвать даже, иконы, свечи. Я бы не стала, потому что эффекта не должно быть. Не помогают там ни свечи, ни иконы. И что такое икона? Я расскажу то, что у нас на лекциях, рассказывал нам Сергей Герасимович, когда я обучалась при медицинском институте, при Минздраве, как биоэнегроинформотерапевт. И он говорил, икона, любая икона, это окно в духовный мир. То есть, ну, понимаете, есть люди, которым, ну, не могут, вот, молиться, им надо, чтобы на что-то смотреть. И вот они видят Иисуса Христа, и они к Нему обращаются. То есть, вот такой способ обращения к Богу. Здесь икона, как видите, Божья Мать с Иисусом Христом, младенцем, на руках. И кто к кому обращается, он уже визуально, и это как окно, окошечко. И есть такое понятие, как намоленные иконы. Если я сейчас возьму рамочку, специально покажу. Вот, истинное излучение иконы. Видите, максимум, максимум, что может показать. То есть, получается, что эти иконы намоленные. То есть, они находились изначально в монастырях, где постоянно идут службы, где читаются молитвы. Попав к нам в квартиру, я читаю тоже молитвы. И перед этими иконами читалась не одна молитва, не раз молитвы. И, как видите, вибрации этих икон высокие. И эти иконы как раз и могут помочь людям, понимаете? То есть, как раз вот такие высоковибрационные иконы, которые несут такие высокие вибрации, энергии, они, и обращение к Богу будет на тот уровень духовный. И поэтому, знаете, я советую всё-таки иконы покупать в церквях, монастырях. Они там находятся. И даже, допустим, то, что при Сино было во время... Ну, в этом случае, когда рисовали икону, в других случаях, когда там штампуют, делают на машинах, рабочие там делают рамки и всё остальное, то все привносят какую-то свою информацию, привносят какие-то свои отпечатки, оставляют на иконах. Когда-то, когда-то, по всем правилам, иконы рисовались как? То есть, человек, как правило, это был монах. Каждый день молился. Перед тем, как приступить к иконе, читали специальные молитвы. Монах постился. И даже вплоть до того, что если он задумывал какую-то икону рисовать, а ведь икона, она же не за день рисуется, и не за два, тем более, когда большие иконы, то монах просил разрешения благословения у Бога. И вплоть до того, что даже ждали, что будет какой-то знак, что да, эта икона поможет, да, эту икону рисуй, и всё будет на благо людей. Ну, а сейчас, как я однажды видела документальный фильм, все иконы делаются в Китае. И это не моя выдумка, как говорится, видела своими глазами на экране телевизора. И это в таких масштабах. И все вот эти сувенирные иконы, такие простые, где просто на картоне, на бумаге иконы рисуются. То есть это всё штамповки, это всё делается в Китае. И это всё отправляется в Иерусалим, и в те страны, где приветствуются иконы, и люди покупают. Поэтому, ещё раз повторяю, нарисовано, напечатано, сделано где-то там в каком-то металле, вот как здесь. Да, это не серебро, да, это не золото, да, здесь нету камней. Но для икон не это важно. Не это. И вот все эти информации людям попадают в руки. И ещё не значит, какая там информация. И ещё не значит, какие молитвы читают разные целители. И всё остальное. Иногда вы можете принести икону с такой негативной информацией, что саму картинку, где будет изображение Девы Марии, Иисуса Христа, будут закрыты. Поэтому, вот, есть такое понятие намоленные иконы. Намоленные. И, видите, даже в таких ситуациях надо всё-таки знать. И когда я купила иконы в своё время, но я не стала искать, где-то эта книжечка должна быть, я пошла специально в собор и купила такую тоненькую брошюрку. Она небольшая. Как правильно обращаться с иконами? Где их вешать? На какую стену? И вот иконы надо вешать на стены, которые выходят на восход солнца. Вот, если бы я вешала икону, я вешала бы на эту сторону, потому что там восход. На запад, север, юг иконы не вешают. Поэтому, вот такие нюансы надо знать. И, вот, знаете, когда, вот даже я покупала, помню, первый раз золотой крестик, то я приехала, помню, домой и мама отнесла крестик к священнику и он читал молитвы. И я помню, что я ему заплатила за работу, потому что всё должно быть оплачено, любой труд. И помню, когда покупала второй свой крестик, так там была такая вкладка, что крестик освящен, то есть над ним проводились специальные ритуалы, читались молитвы. Вот, что я хочу сказать об иконах. И будьте осторожны, ещё раз предупреждаю. Всё-таки, если вы покупаете иконы, покупайте их там, где следовало. У священников, в церквях, в монастырях, чтобы они были отмолены от тех информаций и намолены. То есть высокие вибрации были наложены на иконы. Всего всем хорошего! Будьте здоровы! И заходите ко мне в гости!